Вот и окончен путь. С попутчиком расстались, три дня мореный воздух вместе ели, мы оба затерялись в толще и вокзальной, и встретимся ли в этом грешном теле. Но предстоит нам встреча на суде, который страшным называют шепот. И вряд ли что важнее для людей увидеть свет Христов через мирскую копоть. Три дня в вагонном гробе провели, впервые слышал он евангельские строки. Глухой расслышал, как Господь велик, пришедший к собеседнику по рогу. Незаходимая звезда перед рассветом впервые указала на Христа. Ответы записала на кассете, все начиная с чистого листа. Такого благодарного соседа, как Евнух Казначеев и Оплянин, мне его выслал два билета. Кассир на место дал одно, хотя был не пьяный. Расчерчен был его и мой маршрут ответственности, две колеи сошлись. Зажали нас, разговорились вдруг, в вагонной полутьме не различая лиц. Перекрестившись трижды не случайно, ему и вызов бросил к разговору. Нас не развел над поездом начальник, на скором поезде знакомились мы скоро. Благословенный час ночной молитвы, он согласился преклонить со мной колени. Наш разговор в тандем был нераздельно слитным, до самого утра, когда подсел военный. Наш мирный разговор об Иисусе, о вечности, о пролитой крови, как иностранцы были мы и для русских, только Дух Христов мог разум обновить. 8 октября 2004 года Продолжение следует...